Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господь Бог выше всякого познания, выше всякого определения. На Господа Бога, по слову Священного Писания, не смеет взирать ангелы, и даже в ангелах Господь Бог усматривает недостатки. И тем не менее, Бог нам близок, как никто, потому что апостол Павел утверждает, Богом мы и живем, и движемся, и существуем. А преподобный Антоний Великий учил, что быть с Богом очень просто. Мы, говорит преподобный Отец, когда бываем добры, близко к Богу, а когда бываем злы, отдаляемся от Него. И вот о том, что стать к Богу близко, жить с Богом и исполнять Его заповеди, можно очень легко, говорит сегодняшняя притча. Притча о милосердном самаритянине. Однажды некий законник, человек, который был специалистом в области ветхозаветного закона, спросил Господа о том, а что же самое главное в законе? Но в ответ услышал, а ты как читаешь закон? Какая главная заповедь? И законник оказал и знал эту заповедь, а она очень простая. Она о любви к Богу и ближнему. Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всей твоей душой, всем твоим помощником. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. И вот тогда законник, чтобы оправдать себя самого, спросил, а кто же мой ближний? Кого мне любить и кому мне помогать? И тогда Христос Бог и рассказал притчу о том, как некий человек шел Иерусалима в Иерухон, впал в разбойники. Мимо проходили и левит, служитель церкви, и священник ветхозаветный. Но прошли они мимо, а помог человеку, падшему в такое тяжелое искушение, совсем чужой, презренный для уйдеев человек, почти язычник, самаритяне. Очень много замечательных деталей, которые свидетельствуют об очень многом. То есть символов, которые через земное говорят о духовной реальности. Иерусалим означает Божью благодать, Божий мир. Из этого Иерусалима человек был изгнан, когда стал грешником и потерял рай. Он направлялся в Иерихон, то есть мир. А Иерихон – город, который расположен в самом низком месте земной поверхности. Лютые разбойники, которым попался человек, – это злые демоны, которые наносят человечеству раны. Если бы это было возможно с их стороны, погубили бы всех. И левит, и священник символизируют Ветхий Завет, который не мог спасти человека. Очень интересно, что пострадавший оказывается без одежды. Господь особо отмечает, что он лишился одежды. А в древнем мире именно одежда служила показателем и национальной, и социальной принадлежности. То есть, самаритянин не знал, кто этот израненный. Он просто ему помог. Гостиница, куда был отвезен пострадавший, может обозначать церковь, в которой всем нам, и священнослужителям, и мирянам, верено попечение о ближнем. Господь дает два динария гостиничнику. То есть, все, что нам надо, чтобы помогать ближнему, Господь нам уже дал. И воздаст еще больше. Потому что в притче самаритянин говорит, а когда я вернусь, дам тебе еще, если что, потратишь. Вино иелей, которыми самаритянин врачевал раны пострадавшего, тоже символизируют Божью милость. Символизируют таинство церкви, таинство причащения и таинство Елеосвящения. Но дело, конечно, не в этих замечательных деталях, в этих символах. Дело в очень простом смысле притчи. Кто является ближним? Господь, рассказав притчу, так и спросил законника. Как ты думаешь, кто из этих троих, священник, левит или самаритянин, стал ближним для пострадавшего человека? Конечно, законник уже ничего не мог ответить, кроме того, как тот, кто оказал ему милость. И Господь сказал этому человеку, сказал каждому из нас, кто слышит, читает Евангелие. Иди, и ты поступай так же. То есть, если мы христиане, мы слышим Слово Божие, слышим учение Христа, мы должны понимать, что наш ближний – это просто тот, кто оказался рядом и нуждается в нашей помощи. Вот так очень просто, если мы будем относиться к людям, не делить людей на своих и чужих, верующих и неверующих, православных и, к сожалению, к церкви непринадлежащих, а понимать, что каждый встречный человек на пути нашей жизни может быть даром от Бога. Как говорили святые отцы, от Бога и от человека нам и смерть, и спасение. Почему? Да потому что Бог отнесется к нам так, как мы отнеслись к ближнему. Если мы научимся прощать, помогать, считать людей не чужими, а ближними, то и мы станем ближними для Бога. Будем им и прощены, и спасены. Аминь. Спасибо. Спасибо.